Вряд ли какой-либо другой пейзаж может настолько хорошо передать девственность природы, как вид спешащего вниз горного ручья. У каждого камня вода образует водовороты и втягивает в себя воздух. Вода дышит. Во вращении воды австрийский естествоиспытатель Виктор Шаубергер разглядел основополагающий принцип движения в природе. Его целью было повторить это вращательное движение в технических аппаратах и тем самым производить энергию близким и неразрушительным для природы способом. Шаубергер разрабатывал революционные приводы, при помощи которых самолеты, к примеру, должны были не выталкиваться, а как бы всасываться вперед. Сын Виктора, Вальтер Шаубергер, пытался перевести открытие своего отца на язык математических формул. Основываясь на гиперболической спирали, он заказал постройку воронки, попадая в которую вода образовывала внушительные водовороты. Если смотреть сверху, то можно наблюдать сходство со спиральным строением Вселенной. Ниже, в гиперболической воронке Шаубергера, пульсирующая двойная спираль напоминает строение нашей ДНК. Случайность? Из мерцающего вихря водоворот создает стабильную пульсирующую структуру. Модель естественной самоорганизации, которую, согласно Виктору Шаубергеру, необходимо сначала понять, а затем перенять. Виктор Шаубергер Понимать природу и подражать ей Фильм Франция Фицке Верность молчающим лесам Таков был девиз его предков. Виктор Шаубергер родился в семье Лесничева 30 июня 1885 года. Его родной дом находится в Хольцшлаге, в регионе Мюльфиртель, Верхней Австрии. Виктор ходил в школу лесничев и закончил ее в 1904 году, сдав экзамен на лесничева. Виктор мог спокойно изучать еще не тронутые людьми леса в отдаленных районах. Его многолетние наблюдения за природой самым решительным образом отразились на его дальнейшей работе. Лесничий довольно рано начинает уделять внимание горным ручьям и плавающим по ним форелям. Виктор Шаубергер замечает, что не только рыбы могут плыть против течения, но и вода может втечь в различных направлениях. И он сам начинает движение против течения существующих на тот момент учений. Виктор, на фотографии со своей женой Марией и сыном Вальтером, вскоре, будучи обычным лесничем, поразит ученых. На краю Богемского леса, неподалеку от родного дома Виктора, проходят границы между Австрией и Чехией. На многие километры линию границы обозначает Шварценбергский сплавной канал. В юности Виктора здесь еще сплавляли лес по направлению к Дунаю, где затем его сгружали на корабли. Впрочем, целые стволы деревьев по каналу сплавлять было нельзя, только лишь по частям. Известность пришла к Виктору благодаря его более эффективным лесосплавам. Регулирование проточной воды Это крохотная лужа, остатки крупного водохранилища. Еще не так давно оно было полностью наполнено водой Ташельзеи, а 80 лет назад в озере, особенно по весне, плавало множество поваленных стволов деревьев. В 1929 году здесь был снят документальный фильм. Лесник Шаубергер реализовал свои открытия относительно присущих водесил и построил в Мёртстале Штирии, современный лесосплав. Приближение к плотине со стороны долины под пропускными воротами скорость сплавляемым бревнам придает отвесный желоб. По искусственным желобам сплавляются в долину тяжелые стволы деревьев, даже те, что тяжелее. Вот достигнута первая промежуточная плотина. Поскольку холодная вода способна нести большую нагрузку, чем нагретая, то необходимо заменить нагретую солнцем, скоростью и работой теплую воду на холодную. От промежуточной плотины сегодня остались одни руины. Однако Виктор Шаубергер стал известен благодаря своей системе лесосплава далеко за пределами Австрии. По его чертежам возникли подобные лесосплавы в бывшей Югославии и Болгарии. О том, является ли этот человек с бородой Виктором, история умалчивает. Конечная станция. Сортировочная станция в Нойберг-Анберг-Мюрце. Она тоже маленькое чудо света. Крупные стволы проскальзывают над ямой, в которую падают более мелкие. Система лесосплава Нойберг-Анберг-Мюрце должны достроить для показа желающим и посещения туристами. И это очень хорошо, поскольку она является единственной во всем мире постройкой, регулирующей проточные воды. В единственном звуковом документе Виктора Шаубергера от 1955 года он поясняет важнейший принцип функционирования. Нужно управлять текущей водой при помощи определенного движения, регулировать и освежать ее. Затем будет достигнут обычный уровень, наивысшая плотность и самая большая сила влечения. Вода начинает тянуть. И таким образом я получаю то, чего хотел достичь сплавлением. Но что имел в виду Виктор под определенным движением? Его внук, Йорк Шаубергер, рассказывает подробности. В целом эти системы сплава бревен как бы вились по долине меандрами. Также в них имелись насечки, целью которых было создать в желобах водовороты, тем самым позволяя им нести еще большую нагрузку. Многие пытались построить подобные системы, однако по-настоящему работали только системы со сплавом моего деда. На детали своих искусственных систем Виктор Шаубергер получил несколько патентов, а также на встроенные насечки для регулирования естественных водных потоков. Например, как для этих сдерживающих запрут, которые переводят воду на середину реки и таким образом должны препятствовать разрушению берегов. В школе Пифагора Кеплера его внук Йорк вместе со своей женой Ингрид Шаубергер провели множество семинаров и мастерских на тему «Вода и движение течения». Виктор Шаубергер проанализировал своим способом меандрное движение естественного русла реки и описал в подробных рисунках. Его выводы справедливы для всех рек. На сегодняшний день, однако, специалисты оставили без внимания необычное предложение Виктора по очистке Рейна и Дуная. Даже по гладкому оконному стеклу вода стекает не прямо вниз, а начинает меандрировать. Образуется пульсирующая пространственная кривая. По словам Шаубергера, вода не просто течет, а провинчивается вперед. Река вращается в своем русле. Проще говоря, вода сильнее всего образует водовороты на изгибах, уносит с собой гальку и перемалывает ее. Говоря словами Виктора, река пережевывает гальку, а содержащиеся в ней минералы служат для питания воды. Если вращение воды ослабевает, то элементы постепенно начинают оседать. Там, где отложений в реке больше всего, образуется брод. Теперь река начинает вращаться в другую сторону, ускоряет свое вращательное движение до следующего изгиба в противоположную сторону. Смену поворотов реки вправо и влево и расположенные между ними броды Виктор обозначал как генератор поворотов или речной генератор. Шведский инженер Олаф Александерсон, который в конце 70-х годов 20-го века написал первую книгу о Викторе Шаубергере, даже в возрасте 90 лет занимается речным генератором. А затем я сказал себе, может быть, если все было действительно так, что здесь что-то откладывалось, то, может быть, это можно измерить при помощи амперметра. А затем я положил сюда пластинку из меди. Здесь были проложены кабели. И сюда тоже пластинку. Я работаю с медной проволокой, длиной в один метр. Получилась амплитуда. Вот здесь у меня пульсирующая. Вот так. Это был генератор. Измерил я и прямую реку. Это было очень сложно. Течение все равно было мертвое. Был там такой прямой отрезок, на котором вообще не было течения. Согласно Виктору Шаубергеру, для энергетических процессов в русле реки наиболее важной является разница температур. Даже мельчайшая разница температур оказывает такое влияние, что различные слои воды начинают течь быстрее или медленнее. Возникает трение между слоями, образуются водовороты и поперечные волны. Положительный результат – река тормозит сама себя. В 1930 году Австрийская Академия Наук подтвердила получение запечатанного конверта с надписью «Турбулентность». В письме Шаубергер описывал свою теорию зависимости между температурой и движением воды в реке. Академия хранила это письмо под замком на протяжении 50 лет. Свидетельство того, что время еще не созрело к принятию неакадемика Шаубергера с его практическими научными выводами на основании наблюдения за природой. Благодаря неоднократно отмеченным работам штийского инженера, занимающегося регулированием рек, Атмара Гробера, ситуация несколько изменилась. Вот у нас есть берег, довольно сильно укрепленный для противостояния паводкам. Однако Виктор Шаубергер говорил, что реку нужно регулировать изнутри ее же собственными средствами. Обычно инженеры укрепляют берега при помощи камня. Гробер поступает иначе, и, кстати говоря, его способ дешевле. Он кладет камни в реку. Вот как здесь, в реке Зальца, камни образуют воронку. Гробер вынашивает планы создать гораздо большую воронку в самой длинной реке Штирии, Муре. При помощи умелого водителя-экскаватора во время малой воды в русло реки укладываются в луны весом около тонны. Гробер – профессионал. Он контролирует положение камней при помощи GPS. Они должны быть установлены точно, чтобы воронка выполняла свою функцию. А именно, уводила воду от берегов на середину. Этот способ строительства воронки настолько отличается от традиционного, что это только первый случай, когда ее строят по-настоящему, изнутри, ведь обычно энергию направляют наружу. То есть, мне не нужно разрушать какой-то берег, нарушать его структуру. Все строительство протекает внутри реки. Строительство воронки в реке не только укрепляет берег, но и улучшает качество воды. Гробер считает себя не инженером речного строительства, а возродителем рек. Его воронка ускоряет течение в середине реки. Русло подвергается эрозии из-за увеличившейся скорости течения в середине реки. Появляются неравномерные углубления в середине русла. Благодаря этому, барабули и лососи, которые жили здесь в глине, снова получили возможность найти ареалы обитания, соответствующие их виду. То есть, различные глубины с различной скоростью течения воды. При нормальном уровне воды валуны, уложенные в реку, не видны, а вот воронкообразное течение видно хорошо. Отчетливо видна воронка при малой воде. Вскоре после установки камней Гробер руководит первыми измерениями течения при помощи гидрометрической вертушки. Дальнейшие измерения, которые будет проводить Технический университет Грац, еще впереди. Данные измерения попадают к Кристине Зинделар, Институт водного строительства и хозяйства. Она математик и в рамках докторской диссертации занимается комплексными соотношениями течений в постройках Гробера. Мы провели несколько измерительных кампаний и при этом отмечали изменения в ложе реки. Здесь на среде вы видите то, что было до установления воронки. Линия довольно равномерная. После установления воронки, после очень сильного паводка, русло реки изменилось вот таким образом. И вы видите в русле реки очень сильную динамику. Вот здесь образовались промоины. Это очень хорошо для рыб, потому что они могут найти себе место для отдыха и сна. Кроме того, берега остались целы, то есть во время паводка совершенно не пострадали. Изменившийся из-за воронки профиль ложи реки Мур теперь напоминает профиль ложи естественной реки, который изображал в 30-х годах Виктор Шаубергер. Кристине Зинделар не только сидит за компьютером. Здесь она проявляет немалую выносливость во время измерительных работ на другом объекте инженерного строительства Отмара Гробера. В ручье Штюбмингбах он построил нечто вроде лестницы, маятниковые пороги. Новое слово в строительстве, предназначенное для преодоления уклона, при котором зона русла возвращает свое утраченное изначальное маятниковое движение. Вращающаяся текучая коса. Во время паводка возникают завихрения, появляется место с поступательным движением. Вращающаяся текущая коса. Водная коса. Иными словами, у меня получилась выпуклая картина течения в противоположность изначальной вогнутой картине, а по боковым стенам подводные камни. Теперь все будет перепроверяться в лаборатории водного строительства в Техническом университете Град на модели в масштабе 1 к 10. Модель – это в 3 метра шириной и 18 метров длиной. После того, как модель собрана, начинаются испытания, к примеру, симуляция половодия. Впервые регулирование водных потоков по Шаубергеру происходит на дорогостоящей технике в известном институте, занимающемся водным строительством. Руководитель института, как раз в наше время, когда мы особенно ценим естественное окружение, естественно текущую воду и здесь, особенно здесь. С научной стороны заинтересованы в том, чтобы обращать внимание на поток энергии. Ведь мы хотим раскрыть природу, и таким образом мы действуем в духе Шаубергера, говоря, мы хотим посмотреть, как ведет себя природа, мы хотим изучить свойства различного количества воды и посмотреть, каково будет ее влияние на стабильность русла реки и удастся ли контролировать переход энергии при различном количестве воды. Именно в этом и заключается наше стремление как инженеров внести вклад в безопасность. А это значит отсутствие опасности причинения вреда реки и берегам при половодии, чтобы население было в безопасности. На практике маятниковые пороги уже зарекомендовали себя. Испытания на модели должны предоставить научно обоснованные аргументы, нужные не в последнюю очередь для строительства новых порогов. В крупных руслых крыке в Нидермальде, в Эрленбахе, в процессе реконструкции маятниковые пороги должны заменить нечто вроде защитного сооружения. Смысл в том, чтобы рыбы могли снова свободно перемещаться по водам, а в дальнейшем к водам должен добавиться пойменный лес. И в этом пойменном лесу должен быть разбит парк имени Шаутбергера. Бывенцом профессиональной карьеры Отмара Гробера. Здесь он при помощи нового измерительного прибора анализирует электромагнитные частоты в воде маятниковых порогов. Тем временем, в дипломных работах технических университетов Градск и Брауншвейк изучаются различные аспекты его инженерных решений. Похоже, время наконец-то созрело для регулирования рек по Шаутбергеру. Вода, лес и почвы Будучи лесней, чем Виктор Шаутбергер очень рано понял значение леса в вечном круговороте воды. При этом, по его мнению, решающую роль играет разница температур. В тени деревьев лесной грунт остается довольно прохладным. Если более теплая дождевая вода попадает на более холодный грунт, то она легко проникает в почву, пополняет грунтовые воды и в какой-то момент снова выходит на поверхность, испаряется, образует облака и снова падает на землю вместе с дождем. Шаутбергер говорит о полном круговороте воды. Однако он все больше и больше нарушается. К примеру, из-за корчевания лесов. Без тени деревьев грунт становится теплее, чем попадающий на него дождь. Дождевая вода почти не проникает в почву, сбегает по поверхности в ручьи и реки, вызывая паводки. А уровень грунтовых вод тем временем опускается. Летом вода на поверхности часто испаряется сразу, снова образует облака и таким образом вызывает новый дождь. Один паводок влечет за собой другой. Шаутбергер говорит о половинном круговороте воды. На грубом примере на горячей плите можно увидеть, как капли воды отскакивают от поверхности. Подобным образом все происходит и на горячем асфальте. Сегодня уже говорят о проблеме запечатывания естественных поверхностей. На сегодняшний день вода практически повсеместно проходит лишь половинный круговорот. У нее больше нет возможности проникнуть в грунт, побыть там и регенерировать. Виктор Шаутбергер хотел решить эту проблему аппаратным методом и разработал этот прибор для производства питьевой воды, подобной Родниковой. В 1935 году он получил на него патент. В этом аппарате вода должна была пройти полный круговорот, в ходе которого вода сначала очищалась, могла охладиться, пройти через отрезок с вращением, обогатиться минералами и выйти из аппарата уже подобной свежей Родниковой воде, знакомой нам по горным источникам. Без здорового леса, по мнению Виктора Шаутбергера, нет здоровой воды, которую он называл кровью земли. Под дарующим тень пологом естественного смешанного леса в подлеске процветает неповторимое видовое разнообразие. Образуется толстый слой гумуса. Хороший лесной грунт хорошо хранит воду. Он может удержать до 90% попадающей на него воды и значит решительным образом уменьшить опасность эрозии и наводнения. Здоровый лесной грунт сберегает в 6 раз больше воды, чем открытое пространство. Прохладная тень деревьев также важна для течения реки. Если человек не вмешивается, то создатели тени вырастают вдоль всего берега сами по себе. Пожалуй, Виктор Шаутбергер был одним из первых людей, которые говорили о вымирании лесов. Еще в 20-х годах 20-го века он предупреждал об опасности сплошной рубки и возобновлении леса монокультурами. Один из трагичных аспектов жизненного пути Виктора заключается в том, что его гениальные установки для лесосплавок услужили тому, что вокруг горных источников в Австрии и других местах массово вырубали леса. Если вырубить в лесу просеку, то деревья, которые прежде всего росли в середине леса, внезапно станут окраинными. Они внезапно оказываются под прямыми лучами солнца, получая ожоги коры. Окраинные деревья получают сильные повреждения, проблема, о которой тоже говорил Виктор Шаубергер. Случайно ли, что земля на краю этого леса сухая? Как и в случае с регулированием рек, в лесном хозяйстве открытия Шаубергера актуальны, как никогда. А от лесного хозяйства всего один шаг до сельского. Причина ухудшающегося плодородия почвы Виктор Шаубергер видел в том, что почвообрабатывающие орудия изготавливаются из железа. Проще говоря, образование ржавчины в воде или земле Виктор считал губительным для жизни процессом. Поэтому он обратился к такому благородному металлу, как медь. На почвообрабатывающие орудия Виктор и его сын Вальтер Шаубергер получили не один патент. Вместо образования ржавчины на железе в процессе работы, содержащиеся в медных сплавах микроэлементы, должны попадать напрямую в почву. Сезанна Нидермайер пользуется медными орудиями в своем саду уже на протяжении многих лет. На своем небольшом участке она получает результаты, похожие на те, что уже в конце 40-х годов 20-го века были задокументированы в процессе крупномасштабных полевых испытаний в Зальбурдской земле и в Тироле повышение плодородности почвы. Сезанна Нидермайер во время испытания лопат. Сравнение железной и медной лопаты. Итак, что касается именно медной лопаты, то она входит в землю гораздо легче. Я работаю с медными инструментами уже на протяжении нескольких лет, и в случае с медной лопатой микроэлементы просто попадают в почву. Все дело в том, что садовая земля становится более однородной, даже улики утрачивают агрессивность. С ней легче работать, и я с удовольствием рекомендую использовать ее. Для разрыхления пахотных земель Виктор Шаубергер придумал специальный плуг, который переворачивает землю при помощи не центробежной силы, а при помощи центростремительной. К сожалению, существует только модель спирального плуга, также называемого биоплугом. Клаус Рауберг из Объединения по исследованию направленных взрывов объясняет принцип его действия. В своем биоплуге Виктор Шаубергер скопировал принцип крота, верный своему девизу понимать и подражать природе. Подобно кроту, который двигается, используя центростремительную силу, и таким образом беспрепятственно или почти беспрепятственно рыхлит в землю. Так же происходит и с этим плугом. Новейшие снимки, сделанные растровым электронным микроскопом, показали, что кожа акул имеет подобную структуру, что дает акулам возможность практически беспрепятственно скользить в воде. Этих снимков Шаубергера в свое время наверняка не видели. Этот плуг дважды переворачивает землю, первый раз с этого края, чтобы положить ее обратно, чтобы сохранились в почвенные слои. В настоящее время в сельском хозяйстве все чаще спорят о нужности или ненужности плуга. Действующий по противоположному принципу Лук Шаубергера мог бы стать решением проблемы оставить микроорганизмы в том слое почвы, к которому они относятся. Лечение воды Рок антилопы Кудо являются отличным слуховым рожком для усиления звука. Но Виктор Шаубергер оценил другое его свойство. Для него Рок Кудо был моделью идеальной водопроводной трубы, благодаря его спиральному строению. Виктор и Вальтер Шаубергер получили за свои трубы со спиральным сварным швом патенты в нескольких странах. Делать такие трубы непросто. Феликс Хедигер из Объединения по исследованию направленных взрывов нагревает медные трубы, чтобы затем изменить их форму. При помощи самодельной конструкции теперь он может изогнуть размягченную медную трубу. Другой вариант это труба, которую не скручивают, а вдавливают. Так называемая труба Ноймана. Несмотря на то, что она прямая, вода и в ней совершает вращение внутри вращения. Вода движется по заворачивающейся пространственной кривой. Для Виктора Шаубергера это идеальная кривая для проведения воды. Объединение по исследованию направленных взрывов производит не только трубы со спиральным сварным швом, но и строит целые аппараты по оригинальным чертежам Виктора Шаубергера. Вот последняя версия его аппарата для облагораживания воды от 1958 года, который снова оживляет дистиллированную воду. В этом приборе для облагораживания воды Виктор Шаубергер пытался объединить несколько технических аспектов. С одной стороны, он встроил сюда уменьшенную волнистую мембрану. Там вода проходит по пульсирующим отрезкам и может меандрировать подобно естественному течению ручья. Все это еще накрывается колпачком, чтобы вода могла течь без воздействия света. Сюда в воздушную прослойку добавляется угольная кислота. Ее добавляют в воду в ходе нескольких процессов. Также добавляются чистые природные соли. И весь процесс должен около полчаса протекать при температуре выше нуля. То есть вода снова должна охладиться до 4 градусов Цельсия. Спустя полчаса воду можно забирать. Она должна постоять день на складе, а затем она дозреет до состояния хорошей родниковой воды. Возможно, также мы попытаемся провести испытания целебной воды. Вернемся к Феликсу Хидигеру. Он встраивает свои трубы со спиральным сварным швом в очень большой аппарат для оживления воды. Он еще не готов, но его части, а именно гиперболическая воронка, уже применяются в большом количестве прудов. Попадание кислорода в воздух уменьшает образование водорослей в пруду. Вот, как и на этой площадке для гольфа в Таунусе, неподалеку от Франкфурта. Воронка меньших размеров сейчас существует в качестве настольного прибора для оживления питьевой воды. Йенс Фишер проводил различные эксперименты с завитрениями по Шаубергеру. В 1980-го года он продает первый прибор по оживлению воды, который был изготовлен в большом количестве. Так называемый завихритель Мартина был разработан инженером-строителем с подачей сына Виктора Вальтера. На данный момент нашли себе применение несколько тысяч подобных приборов различного назначения. Многие пекари сообщают о том, что тесто лучше подходит, а также, что плесень заводится позднее. Вот уже много лет и завихритель применяют в гидротерапии. Согласно медицинским заключениям, завихренная вода может снимать напряжение, в особенности в области шеи и плеч, а также облегчает ревматические боли. Пациентов лечат водой, которая сама прошла курс лечения. Приборы для лечения воды, которые Виктор Шаубергер строил в 30-х годах 20-го столетия, тоже успешно применялись в терапевтических целях. К сожалению, ни один из приборов из водной лаборатории Виктора не сохранился. В конгрессе имени Шаубергера в Хёре, Швеция, собрались участники из 15 стран. Клаус Раубер и Йорк Шаубергер демонстрируют принцип работы оригинальной отсасывающей спирали Виктора Шаубергера. Это разновидность насоса, который, однако, не сжимает, а втягивает воду. Вода движется плавно, ее стечение не нарушается, никакие лопасти не разрубают ее. Хозяева шведы специализируются на запихляющих аппаратах. Они пытаются использовать в различных целях, существующие в водовороте взаимодействия отсоса и давления. А вот и печально известные эффекты демонстрации. Когда камера снова высохла, мы отправляемся в находящийся неподалеку Мальмю. Йорк Шаубергер встречается с друзьями-шведами. На заднем фоне новый символ Мальмю. Тернинг Торсо, закрученный внутренний баскреб. Хотя здание, находящееся за моей спиной, не имеет прямого отношения к Шаубергеру, тем не менее я рад, что мы можем показать здесь, как завихрение, скручивание превращает застывшее в живое. Здесь, в Швеции, в Мальме, работает группа, которая очень интенсивно занимается завихрением воды. Швеция исторически связана с Шаубергером и исследованием завихрений, поскольку именно здесь Олаф Александерсон написал свою книгу «Живая вода», которая принадлежит к числу хлистоматийных работ о Викторе Шаубергере. Здесь продолжает исследовательскую работу легендарная группа Мальме из IET, Курт Халберг и его друзья, и они собираются выяснить очень интересные новые факты о воде и притворить их в жизнь. Курт Халберг и Андос Иве показывают в лаборатории завихряющую насадку, которую уже при небольшом давлении воды может привносить в воду кислород. Однако этот процесс можно обратить, осуществляя обезгаживание воды. Насадка имеет форму гиперболы и создает очень сильное завихрение воды. В ней, к примеру, пузырьки воздуха притягиваются к центру. После обезгаживания в центре водоворота образуется вакуум. Насадка показала себя на практике наилучшим образом. Встроенный цилиндр вихревой генератор продается через основанную владельцем фирму VATRECO. Маленькие, очень маленькие пузырьки притягиваются к центру благодаря давлению, которое возникает из-за завихрения. Это очень полезно, к примеру, для того, чтобы делать лед, поскольку лед из завихренной воды содержит меньше воздуха. Его текучесть и вязкость изменяются. При образовании льда вода лучше проникает в трещины и борозды, особенно на ледяных стадионах, где лед подвергается сильной нагрузке. В водопроводе этой ледовой арены висит вихревой генератор VATRECO. Обезгаженная с его помощью водопроводная вода попадает в резервуар для воды ледового комбайна. Но вылет плотнее, а значит и более прочный. Он держится дольше, получается экономия электроэнергии, потому что обычно воду, из которой делают лед, нагревают. Одна из множества аномалий воды обуславливает тот факт, что теплая вода быстрее превращается в лед, чем холодная. До того, как мы стали пользоваться этой системой, нам нужно было нагревать воду до 45 градусов, иногда даже до 55. Если каждый день использовать около 10 кубических метров воды, то нужно много энергии на то, чтобы нагреть это количество воды, выходящей из водопровода и имеющей температуру, скажем, 10 градусов до 45 градусов. сегодня нам нужно всего лишь 20 градусов, а это означает уменьшение расходов на электроэнергию вдвое. Так что неудивительно, что многие ледовые комбайны работают на завихренной воде. Ледовую технику Рио от компании Ватрако к настоящему времени установили на 25 стадионах, 20 из них находятся в Швеции. Но вернемся к съезду имени Шаубергера. Американец Дэн Рис представляет свой аппарат для завихрения. Он состоит из пригнанных друг к другу цилиндрических труб и очищает воду от каких бы то ни было химических примесей. Я прочел книгу «Живая вода» Олафа Александерсона и главным действующим лицом в ней был Виктор Шаубергер. И он хотел чтобы у всех была хорошая вода. При помощи закручивающихся труб Рис убирает из грунтовых вод у себя на родине в первую очередь железо и серу. Теперь он при помощи энергосберегающей техники пытается опреснить морскую воду. Я знаю, что это возможно и теперь это только вопрос времени. Но опреснение уже скоро станет реальностью. Один прибор Дэн Рис оставил. Сведы оснастят его новыми впрыскивающими головками, чтобы оптимизировать образование водоворотов. В гавани Мальме Курт Халберг при помощи небольшого насоса набирает морскую воду в большую канистру. Затем в лаборатории соленая вода пройдет по завихряющим трубкам. Во время первых испытаний по опреснению воды удалось достичь значительного уменьшения содержания соли, а также значения pH. Энергетические и двигательные концепции. В 30-х годах 20-го столетия Виктор, а позднее и его сын Вальтер Шаубергер экспериментировались с так называемым генератором Кельвина. Тонкие струйки воды при прохождении через медную спираль создают высокое электрическое напряжение. Крошечные капельки воды внезапно изменяют направление падения и, вопреки силе тяготения, снова поднимаются вверх. Эта левитация представляет собой феномен, который еще в 19-м столетии исследовал в Альпах Филипп Ленарт, получивший позднее Нобелевскую премию в области физики. Электростатический заряд мельчайших частиц воды. Они образуют микромелкую, но видимую и ощутимую дымку. Водопады оказывают положительное влияние на здоровье человека, особенно сильно смягчают автоматические заболевания. Хотя в опыте с водными струйками возникает напряжение до 10 тысяч вольт, не образуется сколько-нибудь заслуживающий внимания ток. Виктор и Вальтер Шаубергер прекращают испытания по альтернативному получению энергии. В начале 50-х годов новая попытка, основывающаяся на трубах со спиральным швом. Мы уже говорили о них в контексте идеальной формы кривой для водопровода. В 1952 году Виктор Шаубергер передает свои патентованные трубы со спиральным сварным швом в Технический институт Штутгарта. Легендарный опыт Пепеля. Частые нападки Шаубергера на традиционную науку, особенно на водное хозяйство, подтолкнули ряд политиков к тому, чтобы поручить профессору Пепелю исследовать трубки Шаубергера с целью либо подтвердить, либо опровергнуть идеи Шаубергера. для этих изменений Шаубергер предоставил Гансу Пепелю несколько труб, среди которых была и эта прямая медная труба, а также эта дважды изогнутая окантующая труба. Целью этих измерений было изучить и сравнить течение воды в этой трубе, чтобы установить, позволяет ли форма этой трубы вводить течь по ней с минимальным трением. Во время этих измерений было установлено соотношение между трением в трубе и скоростью течения в трубе. Итак, были выявлены серьезные различия между прямой трубой и изогнутой. Особенно же в изогнутой трубе было обнаружено нечто вроде точки резонанса, на которой вода текла по трубе по всей видимости без трения. Также были проведены некоторые интерполяции, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживали научного исследования. Профессор Пепель в своих предварительных исследованиях включил слишком мало точек замера, особенно в интересных резонансных местах, поэтому Объединение по исследованию направленных взрывов приняло решение еще раз восстановить ход эксперимента и повторить измерения. Отчет Пепеля в свое время вдохновил Виктора Шаубергера на то, чтобы сделать трубы со спиральным швом ключевым элементом своих энергетических машин, к примеру, в форме домашней электростанции, созданной в 1955 году. Она должна вырабатывать энергию из воды и воздуха. Для Виктора Шаубергера существующая взрывная техника, смертоносная техника. Он надеется, что при помощи своей домашней электростанции, при помощи имплозии, запустить атомарные преобразовательные процессы, которые исполнят мечту о малозатратном энергетическом конвертере безвредных веществ. В изогнутых трубках возникают водные лучи с огромной силой отдачи. Однако, в ходе первого же испытания трубы лопаются. Следующая модель была разработана сотрудником Виктора Шерио и позднее была собрана в Канаде. Теперь эту отсасывающую турбину подробнее будут исследовать в Германии. Сначала ее нужно запустить от мотора, который будет работать до тех пор, пока будет достигнуто рабочее число оборотов. После этого в турбину запускается вода, и через тангенциальное излучение водных струй с этими насадками ротор входит в так называемую авторотацию. То есть двигатель внезапно начнет работать как генератор и вырабатывать достаточно тока, чтобы обеспечить домашнее хозяйство. В нижней части мы регулировали весь этот процесс при помощи насадки с этой маленькой головки, которая управляется течением воды. В принципе получается настройка проводки для этого генератора. Здесь у нас входные отверстия. В центре этой неподвижной части находится поднимающаяся спираль, отсасывающая спираль. Это тоже центральная часть, сердце машины Шаубергера. Однако прежде необходимо переделать и подогнать друг к другу некоторые части, в первую очередь подключение мотора или генератора. И только после этого можно будет ускорять турбину постепенно до 3000 оборотов. Июль 2007 Во время заседания объединения по исследованию направленных взрывов Йорк Шаубергер и Клаус Хаубер распаковывают давно потерянный аппарат. Это последний репульсин, собранный по указаниям Шаубергера. В 1958 он исчез в Америке. Созданный во время оружейного чуда Третьего Рейха после войны репульсин стал легендой. Один экземпляр якобы поднялся с верстака и разбился под потолком. Со временем из этого возник миф о том, что Виктор Шаубергер построил первую летающую тарелку. Но чем на самом деле был репульсин? Согласно конструкторским чертежам прототипа от 1940 года, репульсин, кроме прочего, должен был бесшумно и без какого-то ни было горючего приводить в движение самолет. Заглянем внутрь первого репульсина. Это построенная по готовому образцу модель, обнаруженная в подвале в Бат и Шле. В турбине друг над другом находятся два волнистых диска. Через жаберные прорези между дисками втягивается воздух. Здесь Виктор Шаулбергер хотел сымитировать энергетические процессы в генераторе поворотов в русле реки. А затем через эти прорези втягивается воздух внутрь мембраны. Так что воздух затем практически просто циркулирует здесь по кругу. Если мы еще раз снимем это кольцо, смотрите все внимательно, пожалуйста. Вот так. Ага. Значит, вот здесь между дисками выходит воздух и практически вращается при помощи этих раковин. Главной целью, которую преследовал при этом Шаулбергер, было в принципе общее преобразование вещества, то есть составляющие части воздуха, взвешенные вещества, газы, они преобразуются здесь, в этом репульсаторе, как он называет ядро этого репульсина, и различные продукты, возникающие в результате этих превращений, разделяются. Часть проходит через кольцевой вихрь наружу, а излучаемая энергия, Шаулбергер говорит о скачке синтеза, она возвращается в центр по оси. и поэтому он изначально планировал использовать эту аппаратуру в самолете в качестве замены для тяги пропеллера. В принципе, репульсин создает биологический вакуум в предполье, в осевом предполье, которое втягивается в самолет, как форели, которых практически втягивает водоворот. Революционная концепция двигателя. Тем более интересен вопрос, что же случилось с последним репульсином Шаулбергера? В июне 2002 года во время семинара в БАД и ШЛЕ появился Ричард Файербенд из Америки. Он показывал рисунки репульсина, которые он обнаружил в Техасе. Файербенд был летчиком ВМФ США. Друзья летчики рассказали ему о мифах относительно летающих дисков Виктора Шаулбергера. На этом же семинаре реперентом был Калем Коутс. Они сошлись с Файербендом, поскольку Коутс написал первую книгу на английском языке о Викторе Шаулбергере. Архитектор и исследователь наследия Шаулбергера Калем Коутс живет в Австралии и перевел множество текстов Виктора на английский язык. С учетом того, что формулировки Виктора очень своеобразны и непонятны, работа в высшей степени сложная. В своей книге в главе «Что произошло в Америке?» Коутс точно реконструирует события лета 1958 года. В архиве Шаулбергера в Пат-Ишле Ингрид Шаулбергер показывает корреспонденцию Виктора, датированную этим годом. Это последние оригинальные свидетельства из жизни Виктора Шаулбергера. Зная об этом, его внук Йорк отправляется в апреле 2004 года в Америку. Первая остановка Фредериксбург в штате Вирджиния, местонахождение семьи Фаербенд. Однако Ричард Фаербенд, к сожалению, уже скончался. Йорк Шаулбергер принимает его вдова Петти. Фетти Фаербенд показывает все документы, которые смог собрать ее муж и которые еще были возвращены в Европу. Это оригинальные документы, которые привез Дип Фаербенд из Техаса. Я очень удивлен полнотой собранных материалов. Здесь есть несколько оригинальных фотографий, еще легендарный отчет Пепеля. Это та самая работа, которая была проделана в Университете Штутгарта в 1952 году. И хотя мы видели его копии, но на этой работе стоит оригинальная подпись профессора. А значит, она очень важна для исследования наследия Шаубергера. Уже поздним вечером Йорк Шаубергер прощается с Петти Фаербенд, А репульсина он еще не видел. На следующий день дорога ведет его дальше, в Остин, столицу штата Техас. Йорк Шаубергер посещает институт, занимающийся разработкой технологии будущего. Спектр исследований простирается от холодного термоядерного синтеза до так называемой нулевой энергии. к числу заказчиков принадлежит даже Американское национальное управление по воздухоплаванию и исследованию воздушного и космического пространства НАСА. И вот он на испытательном стенде, репульсин Виктора Шаубергера, собранный в 1945 году. Незадолго до смерти Ричард Фаербенд перевез турбину обратно в Техас. Он просто хотел выяснить, может ли он подняться в воздух, то есть преодолеть силу тяготения. Гарольд Путов, руководитель института и известный физик-экспериментатор, показывают Йоргу Шаубергеру испытательный стенд. Сотрудник Путова Скотт Литол при помощи лампы стробоскопа проверяет, деформируется ли материал при увеличении количества оборотов. На 2000 оборотов в минуту испытания прерываются. Сотрудники института опасаются, что машина, которая уже более полувека, разлетится на куски. Должен сказать, что качество конструкции произвело на меня большое впечатление, ведь она была создана в 40-х годах. к примеру, опора, которая позволяет круговые вращательные движения. И таким образом я увидел цель создать нечто вроде воздушного вихря. Мы хотели проверить, возникнет ли подъемная сила при более высоком количестве оборотов. Каков был результат? К сожалению, подъемной силы мы не зафиксировали. Могу сказать, что есть два неясных момента. у нас были изображения агрегата, и мы выяснили, что не хватает по меньшей мере двух деталей. Фотографии одной из деталей у нас были, и мы смогли ее воссоздать. И была еще одна меньшая крышка, которую нам прислали, но без какой бы то ни было информации. Поэтому мы не уверены, что эта крышка действительно является частью этого аппарата. Когда мы не добились эффекта, то задумались над тем, что, возможно, не хватает еще какой-то важной детали. Джорк Шаубергер впервые видит внутреннюю жизнь репульсина, созданного его дедом. Каковы же его выводы? Итак, то, чего ожидали от летающей тарелки Шаубергера, к сожалению, не существует. Однако, нужно признать, что не все детали на месте, и в первую очередь отсутствуют катализаторы, которые необходимы, по мнению Виктора Шаубергера, для того, чтобы его машины могли двигаться естественно и добиваться определенного эффекта. Эффект должен быть таким, что можно получать энергию, не расходы ресурсы, что подобные машины могут работать только на воде и воздухе. «Посмотрим, что получится». Пройдет еще некоторое время, прежде чем можно будет выступить перед общественностью с новыми открытиями. В данный момент у Йорга Шаубергера иная цель. Он отправляется по следам своих предков на границу Техаса и Оклахомы, известной по вестернам реке Ред Ривер. Что произошло в Техасе? 1 июля 1958 года Виктор Шаубергер садится в Нью-Йорке на самолет, летящий в Даллас, штат Техас, в сопровождении своего сына Вальтера и своего зятя, врача Вальтера Луиба. В выгодности пребывания США его убедили американские партнеры. И в первую очередь американец немецкого происхождения Карл Гёсхаймер. За взрывной технологией он не видел будущего. Он узнал о концепциях Виктора относительно практически бесплатной энергии. Но развитие и продвижение на рынке этих идей он хотел реализовать в тогдашней стране неограниченных возможностей. Проект должен был начаться в Техасе при поддержке богатого американского финансиста. И вот летом 1958 Виктор и Вальтер Шаубергер приезжают в отдаленный степной уголок на севере Техаса. 73-летний Виктор плохо переносит давящую жару, но он надеется, что наконец сможет завершить здесь дело всей своей жизни. Его внук Йорк ищет следы. Это единственная фотография, на которой изображен его отец и дед в Техасе. Йорк отправляется в Даллас, место, где родился тогдашний президент Дуайт Эйзенхауэр. Это открытка с изображением родного дома президента Эйзенхауэра. На ней изображен дом таким, как он выглядел в 1958 году, когда мой отец послал эту открытку домой, а именно в июле 1958 года, в которой он написал «У нас все по-настоящему хорошо, настроение отличное». Так это начало экспедиции в США, этих приключений в США, пережитых моим дедом и отцом. Йорк отправляется в находящийся неподалеку небольшой городок Шеннон. У Карла Гейсхаймера жил здесь деловой партнер Харольд Тоттен, и у него был обитейный цех, где производились трубы и буровые штанги для нефти и газодобычи. Эта фирма по-прежнему находится во владении семьи Тоттен и называется, как и прежде, Вашингтон Айрон Веркс. Когда я вышел из машины и впервые вошел в офис Вашингтон Айрон Веркс, меня не покидало тревожное чувство. Мы пытались установить контакт по электронной почте, но не получили ответа, и было неясно, как меня примут. Однако директор фирмы довольно приветлив и разрешает Йоргу свободно перемещаться на территории завода. Он обнаруживает старый заводской цех, где должны были строиться аппараты Шаубергера. К сожалению, до этого дела так никогда и не дошло. Прототипы из Австрии прибыли с двухмесячным опозданием, а затем подверглись непрофессиональному обращению. Некоторые детали затем оказались в караже Карла Гейсхаймера, где много лет спустя их нашел Ричард Файробенд. Сегодняшний директор фирмы Вашингтон Айронверкс Уолли Тоттон показывает Йоргу Шаубергеру свои серийные машины, которые производят детали из алюминия. Уолли Тоттон еще хорошо помнит Виктора Шаубергера из-за его бороды, делавшие его больше похожим на Деда Мороза. Еще не закончивший на тот момент обучения молодой человек не мог подключиться к проекту. Только позднее он узнал от своего отца подробностей в первую очередь об инициаторе проекта Карле Гейсхаймере. Мой отец был очень сильно огорчен тем, как Карл обращался с участниками проекта. Он чувствовал, что из-за Карла проект закончится неудачей. Никто не знает, почему, но мой отец был крепко убежден в том, что Карл оказывает на ситуацию в целом очень негативное воздействие и вносил разлад в отношения между людьми. Йорк Шаубергер не удивлен этим, поскольку знает, что техасский проект закончился провалом. Сложности в общении и недопонимания через несколько недель подорвали взаимное доверие. Виктор отказался оставаться здесь в Техасе более чем на три месяца. В этом ресторане часто завтракали Виктор и Вальтер Шаубергер. А сейчас директор фирмы Воли Тоттон везет Херка на своем Порше в загородный дом, прежде принадлежавший его семье, находящийся в добрых десяти километрах от Шеннона. Здесь, за городом, и расквартировали австрийских изобретателей. Усадьбу семья Тоттон продала около двадцати лет назад. Сегодня она пришла в упадок. Воли Тоттону искренне жаль, поскольку в 1958 году все выглядело совсем иначе. Тогда мой отец ухаживал за усадьбой, словно за площадкой для гольфа. Вокруг пруда была деревянная изгородь. У нас были лошади и скот. Все было очень необычно, не так, как теперь. Сердце разрывается при виде этого. Я рад, что мой отец этого уже не увидел. Здесь Виктор и Вальтер Шаубергер проводили большую часть времени. Они пишут письма и заметки, делают чертежи для проекта, которыми, однако, американцы почему-то вдруг перестали интересоваться. первые дни недели все были еще преисполнены оптимизма и уверены в том, что проект приведет к прорыву, что их ждет успех здесь, в США. Но шли недели, они были обречены на безделье, письма становились все более пессимистичными, пока, наконец, для всех участников проекта не настал момент, когда они зашли в тупик. А в довершении всего, мой дед подписал договор, согласно которому он передавал все свои идеи, патенты и мысли американскому консорциуму, только ради того, чтобы можно было улететь домой. Как известно, Виктор Шаубергер умер через пять дней после того, как вернулся домой. Я видел в нем человека великих открытий. Если бы в 30-х годах да и позднее прислушались к Шаубергеру, то все эти катастрофы, которые случились и которые нам еще предстоят, обошли бы нас стороной. Иначе и быть не может. Никто другой столь подробно не изучал проблемы жизни, как он. Мы ведь не можем жить без живой природы. Это же так просто. Это же так просто. Школа ПКС Вальтера Шаубергера. Сын Виктора Вальтер Шаубергер был дипломированным инженером, и он пытался придать эмпирическим открытием своего отца выражение в математической теории. Он изучал монохорд, струнный инструмент, на котором играл еще Пифагор, пытаясь озвучить гармонию Вселенной. если разделить струну пополам, то она будет звучать вдвое выше. Если взять только треть струны, то она будет звучать втрое выше. Если четверть, то в четверо. И так далее. Из этих закономерностей мой отец, Вальтер Шаубергер, вывел свой закон звука. Для него это был универсальный закон, закон Вселенной. Если представить этот закон в виде графика, то получится гипербола. Это кривая, исходящая из бесконечности и уходящая в бесконечность. Если вращать эту гиперболу вокруг оси Y, то получится гиперболический конус. Вальтер Шаубергер называл его звучащей башней. Если поставить этот конус вверх ногами, то получится воронка, гиперболическая воронка. Эта воронка и вращающийся в ней круговорот воды нам уже знаком. В 1986 году была сделана воронка. В августе этого же года Вальтер Шаубергер проводит с ней первые испытания. из мерцающего хаоса рождается пульсирующая структура. Вальтер Шаубергер обозначает эту спираль как энергетическую программу природы. Эта двойная спираль зависит от частоты, и вместо частоты здесь количество оборотов. А потом она становится внизу белой. Вокруг косички в центре вращается бесчисленное множество пузырьков воздуха и спиральных шариков. Энергетическая спираль с модельным характером. В естественных водных потоках образуются вытянутые спирали, таким образом, как на экране. Сворачивающиеся движения, описанные отцом Вальтера Виктором, проявляются и в объемной спирали вокруг гиперболического конуса. Если его разрезать наискосок, то получится овальный срез, соответствующий естественной форме яйца. Еще в 1609 году астроном Иоганн Кеплер предположил, что орбиты планет представляют собой овалы, которые он, однако, назвал эллипсами, поскольку эллиптические уравнивания уже были в то время известны. Гиперболический конус, звучащая башня, таким образом, является связующим звеном между гармонией Пифагора и астрономией Кеплера. Вальтер Шаубергер создал математическую теорию под названием система Пифагора Кеплера ПКС. Для Вальтера эта запись 1972 года яйцо представляло собой идеальную форму для технической аппаратуры, в которой можно изготавливать смеси, растворы или же эмульсии. Яйцеобразный реактор должен был открыть новые возможности получения энергии, однако из-за недостатка денежных средств опыты были прекращены. Вальтер Шаубергер получил несколько патентов на свертывающие системы обработки для жидких и газообразных средств. Один из таких приборов использовался в 1967 году на гамбургских водопроводных станциях. Тогдашний руководитель отдела Герхард Шпрекельмайер еще хорошо помнит опыты. Параболическая Мишелка Шаубергера стояла на дне резервуара для воды. Подводный мотор при помощи муфты создавал водоворот. То есть мы пытались с его помощью дозировать химикаты, поскольку добавление химикатов в воду всегда довольно проблематично и успехи были значительные. Мы с удовольствием приняли господина Шаубергера, это всесторонне образованный заинтересованный человек. Поэтому мы называли его умником и проводили эти опыты, которые однако в конце концов оказались ненужными, поскольку мы нашли позднее другие способы дозировки. Несмотря на успех при уменьшении добавления химикатов, гамбургский проект закончился бесславно. Параболическая чаша потеряла свое значение, став цветочной клумбой диаметром более двух метров. Вальтер Шаубергер был не только биотехником, но и активистом в области защиты природы. Еще в 1949 году он основал Грюнифронт, зеленый фронт, одну из первых организаций по защите природы Австрии. Первоочередной их целью было лесовозобновление. Шаубергер поддерживал тесные связи с английской организацией Man of Trees и объединением Дочер Вальд, немецкий лес. На этой фотографии во время мероприятия с президентом Германии Теодором Хойсом. В 1970 году Вальтер Шаубергер основал школу Пифагора Кеплера ПКС в Бад-Ишле. Семинары и доклады служили для продвижения природной техники. Инженер и дипломированный журналист Готфрид Хильшер часто бывал в школе ПКС и стал первым из немецких авторов, кто написал книгу об использовании энергии по Вальтеру Шаубергеру. Если бы торнадо был машиной, то он не смог бы работать, поскольку в учебнике написано, что нельзя получить энергию для двигателя из тепла окружающей среды. Однако очевидно же, что торнадо именно так и поступает. Двигательная и энергетическая программа природы называется имплозией, а не взрывом. А это значит отсасывание вместо давления. И давление направлено внутрь, не наружу. Жена Вальтера Ильгеборг Шаубергер даже в преклонном возрасте помнит смелое высказывание. Не нужно поклоняться тому, о чем подробно и точно сказано в учебниках и тому подобном. Нужно думать самому, причем в совершенно ином направлении, как учил отец своего сына. Вальтер вот то, что есть в технике, нужно просто повернуть на 180 градусов, тогда все будет правильно. В 1996 году, два года спустя, после смерти Вальтера Шаубергера, возобновляются семинары в школе ПКС. Среди первых референтов и сочувствующих были Курт Лорек, Норберт Хартум и Уве Фишер, Максимилиан Мак, Конрад Рихли и Вильгрем Марти. Ингрид и Йорк Шаубергер организовывают семинары школы ПКС с 2000 года. В 2006 году в гостях побывал исследователь лечений Джон Уилкерс. Он разработал так называемые потокопады, в которых вода ретмично пульсирует по каскадам в форме чаш. Они служат одновременно для оживления воды и красивого оформления ландшафтов. Теперь один из таких потокопадов стоит перед виллой школы ПКС в Бат-Ишле. Прилегающий к нему геотоп, конечно же, сделан в форме яйца, что неудивительно для окружения шаубергеров. Видение движения форелей концепции и примеры применения природной биотехники очень разнообразны и далеко не все охвачены еще во всей своей полноте. Йорк Шаубергер с обзором Открытия Виктора и Вальтера Шаубергера должны пониматься как приглашение испытать прилив вдохновения. То есть не цепляться за буты, а развивать собственные идеи и мысли для будущего в союзе с природой, а не против нее. Свободу по девизу моего деда. П и П понимать природу и подражать ей. И можно было бы добавить еще одну П поддерживать. Отмар Грабер в Штирии уже давно поддерживает природу, вставляя свои конструкции в реку, таким образом защищая берег и одновременно оживляя воду. После выхода на пенсию Гробер хочет разработать турбину для приплотинной гидроэлектростанции. Это должна быть биотурбина по принципам Виктора Шаубергера, которая, несмотря на высокие энергетические затраты, не будет разбивать воду и будет давать рыбам возможность продолжать плыть против течения. В Швеции группа имени Шаубергера из Мальмю с очевидным успехом оживила довольно немалое количество общественных и частных водных парков. Новый суперзавихритель от Ватреко вводит в воду мельчайшие пузырьки воздуха и создает там как бы противоположность тумана, то есть не пузырьки воды в воздухе, а пузырьки воздуха в воде. Эффективная и многообещающая методика, к примеру, для вентиляции отстойных бассейнов. Объединение по исследованию направленных взрывов в Шварцвальде будет проводиться дальнейшее испытание репульсина с катализатором, к примеру, с силикогелем. А там, где стоит этот рыбак, как раз начинает свою первую рабочую поездку Белебула, прибор по оживлению воды Феликса Хедикера, заросший водорослями из-за того, что люди подавали в него питательные вещества. Пруд может радоваться. Для этого прибора, который оживляет воду, нам необходимо в общей сложности четыре насоса. Здесь мы используем собственную разработку насоса. Эти насосы должны перемешать воду естественным путем. Они не должны, в отличие от центробежных насосов, разбивать воду и причинять ей вред. Здесь видно, что мотор построен по принципу спирали. Это типично для шаубеггерского подхода. А поскольку на идею этого насоса нас натолкнул Шаубегер и сконструированная им техника, насосы, питаемые получаемым от Солнца электричеством, поднимают холодную воду с трехметровой глубины. Сначала она попадает в яйца, где происходит завихрение и где также находится контейнер с минералами. Затем по трубам со спиральным сварным швом вода поднимается дальше вверх, чтобы затем не извергнуться на себя же через гиперболическую воронку или просто свободным потоком. Интересно, что сказал бы по поводу этого устройства Виктор Шаубергер. Мы этого не знаем. И тем не менее, пусть последнее слово в этом фильме скажет австрийский мыслитель-универсал. Тот, кому нужна сотня лет, не понимает настоящего. И настоящее его тоже не понимает. Он и говорит и видит вещи совсем по-иному. Говорит на языке чуждым для современных ученых. А потом с течением лет выясняется, что мы стоим перед выбором, имеющим экономическое, политическое и социальное. Я даже утверждаю, что новое развитие приводит в действие новую эпоху. Перевод осуществлен Екатериной Бучиной из Содружества переводчиков разбивающих фильмов и озвучен группой Гринти в 2013 году при народной поддержке и Пермакультурного исследовательского центра. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok